Академия наук Китайской Народной Республики познакомилась с учеными КФУ, к чему теперь приведут пути сотрудничества. Российский журналист Андрей Максимов провел сразу два мастер-класса для студентов и преподавателей КФУ. По миру шагает ночь музея, в КФУ оживают студенты прошлого. 19 мая в Корстене состоялось пленарное заседание «Казан Саммит» и выставка «Раша Халяль Экспо». В выставке принимает участие порядка 50 производителей со всех уголков России и зарубежья. Центральное место среди них по праву занимает Казанский федеральный университет. Ильшат Гафуров представил вуз на площадке «Казан Саммит». Как отметил президент Татарстана Рустам Мениханов, общими усилиями в республике создана ведущая международная платформа для реализации совместных проектов. Не первый год российская наука привлекает внимание ученых Китайской Народной Республики. Знакомство с научными разработками Татарстана делегаты начали с Казанского федерального университета. Куда приведет дорога совместного научного прогресса, расскажет Аделя Шемелова. Представителям высшей научной организации Китайской Народной Республики, которая является одним из ведущих центров фундаментальных исследований в области естественных наук, открылись двери крупнейшей российской кузницы кадров Казанского федерального университета. В программу визита китайских ученых в КФУ было включено знакомство с лабораториями вуза и разработками университетских ученых. Гости вуза рассматривают возможность сотрудничества с Казанским федеральным университетом. И на то есть ряд весомых причин. Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое откроет для нас много новых возможностей. Такие, как реализация программ двойных дипломов, аспирантуры и так далее. Я думаю, что у нас все получится. Делегаты отметили важность и практическую значимость возможного сотрудничества КФУ с Академией наук Китайской Народной Республики. Несмотря на то, что Россия и Китай государства совершенно разные, но тем не менее все же являются многовековыми соседями. В своем развитии Россия и Китай сталкиваются с похожими научными задачами, совместное решение которых, на взгляд делегатов, будет намного эффективнее. Мы приятно удивлены уровнем исследовательских работ Казанского федерального университета, так как мы сами представляем Институт передовых технологий. Нам будет очень интересно сотрудничать с вами. Согласитесь, от подобного сотрудничества Казанский федеральный излечет много пользы. В течение дня делегаты посетили лаборатории нескольких институтов КФУ. Теперь китайская делегация планирует обсудить и обменяться мнениями по дальнейшему сотрудничеству и наметить новые направления научных исследований. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. С 18 по 20 мая в КФУ проходит 25-я ежегодная конференция международной организации «Не спаси». Наш корреспондент побывала на месте событий и пообщалась с гостями конференции. 18 мая в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие 25-й ежегодной конференции международной организации «Не спаси! Инновации управления в государственном секторе», которая продолжает свою работу. Специалисты из 35 стран мира 19 мая уже стали обсуждать вопросы, которые касаются их направленности, и оценивать площадки и ресурсы, предоставленные университетом-участникам юбилейной конференции. Эта конференция очень важная для людей, которые работают в сфере политики и государственного управления, потому что данная конференция основана много лет назад и помогает познакомиться с экспериментами в государственном управлении, которые проводятся в других странах. Для нас, для Грузии, это очень важно, потому что мы меняем и мы подстраиваем наши отношения, и мы собираемся, чтобы отдать заявление в президенте Европейского союза очень скоро. Так что менять Грузию и менять наши муниципальные власти – это очень важно для нашего правительства, для наших вызов тоже. То есть это очень важно, мы очень активно участвуем в этих мероприятиях, чтобы как можно скорее поменять грузинское управление. Глобализация и развитие информационных технологий становится новым вызовом для развития госслужбы. Граждане становятся более информированными, имея возможность сопоставлять и оценивать решения, применяемые другими странами. В этой связи очень важно иметь общую платформу, на которой практики и ученые могут объединить свои усилия и обменяться опытом для эффективного государственного управления. Напомним, что цель мероприятия «Не спаси» – обмен знаниями и навыками объединения усилий в поиске оптимального решения актуальных проблем государственного управления. В рамках обсуждения будут затронуты такие аспекты, как реформирование государственного регионального управления и местного самоуправления, межрегионального сотрудничества, реализация государственной политики, внедрение эти технологии в процесс управления. Международная площадка продолжит работу в КФУ до 20 мая. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюс. Сегодня татарстанские журналисты празднуют профессиональный праздник – День печати. Мы поздравляем наших коллег. А серия мастер-классов для студентов и преподавателей Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжается. Каждый раз спикеры удивляют широтой и глубиной рассказываемых тем. На этот раз КФУ посетил российский журналист, писатель, драматург, телеведущий, театральный режиссер Андрей Максимов. Уже не первый раз в рамках мастер-классов начинающие журналисты приходят послушать приглашенных известных гостей. Очередная встреча с российским журналистом состоялась 19 мая в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикером же выступил российский публицист и телеведущий Андрей Максимов, начав с резким высказыванием о понятии журналиста. Чем отличается журналист от нормального человека? Он отличается тем, что ему люди интересны. Если Вы сидите в компании с незнакомыми людьми и не разговариваете с ними, значит, это не Ваше дело. Вы можете быть философами, писателями, кем угодно, но Вы не журналисты. Это первый момент. И второй момент – журналист от человека, который умеет разговаривать. Журналист от человека, у которого подвешен язык. Это талант. К сожалению, это талант. То есть он либо дается человеку, либо не дается человеку. Продолжив свою мысль, Андрей Максимов обозначил, что у журналиста должны быть вопросы к любому человеку. И общение имеет три цели – получить информацию, дать и получить от этого удовольствие. Если Вы не берете интервью повседневной жизни, Вы не сможете его взять ни на экране, ни для газет, ни для кого. Если Вы не умеете задавать вопросы, если Вы не умеете слушать, я уверен, что среди Вас таких людей нет, но я на всякий случай, то тогда невозможно этим заниматься профессионально. Интервью американцы посчитали, что 80% времени человек тратит на то, что он берет интервью. Также 19 мая состоялся еще один мастер-класс российского журналиста в КСК КФУ «Уникс», где аудитория была значительно шире и разнообразней. Андрей Максимов говорил о желаниях и выборе деятельности человека, что каждый сам волен выбирать, чем ему заниматься. А философские взгляды разбавлял примерами из жизненных ситуаций. Вы живете в том мире, в котором хотите. Ни преподаватели, ни родители не могут создать для Вас этот мир. Вы живете в том мире, в котором Вы хотите. Человек всегда делает то, что хочет и всегда отвечает за то, что он делает. Елизавета Евтифеева, Владислав Михневский, Роман Самарин, Универ Ньюс. Международный день музеев уже пару дней отмечается в Казани. Все желающие в эти дни могут совершенно бесплатно посетить музеи города, где проходят выставки, перформансы и викторины, посвященные этому празднику. В одном из музеев Казанского федерального, например, прошла целая театрализованная экскурсия. Услышать монологи Льва Николаевича Толстого, узнать о репрессированных гениях тогда еще Казанского государственного университета удается не каждому казанцу. Такую возможность получили слушатели театрализованной экскурсии ночи еще живых студентов. Которая прошла в Международный день музеев в Казанском федеральном. Необычной экскурсией для горожан стала заключительной работой студентов-музеологов по курсу театрализации культурно-образовательной деятельности. Мне бы хотелось, чтобы именно студенты-музеологи освоили бы экскурсию по университетскому комплексу. Именно они бы показывали университет, проводя экскурсию КФУ «История будущего». Ведь лучше студента, который учится в университете или учился в университете, никто о нем рассказать не может. Студенты долго готовились к этому дню. Прослушали несколько вариантов экскурсии, выбрали героев. По многу раз корректировали сценарий диалоги. Будто вдохнули жизнь в историю, которому же более ста лет. Было очень интересно это все готовить, в особенности искать информацию. Читали книги, все это анализировали. Потом в итоге составили диалог, чтобы было все в интересной форме, чтобы люди не скучали. А люди не скучали. По залам и коридорам университета прошли десятки гостей с благоговением, слушая истории студентов. Очень понравился сегодняшний проект. Я не ожидала, что студенты так интересно, познавательно расскажут историю университета. Я сама живу в Казани с рождения, можно сказать, но в университете буквально второй-третий раз. Была приятно удивлена, узнала для себя очень много нового. И хочется продолжения, чтобы нас приглашали студенты на свои такие мероприятия с удовольствием в предыдущий раз. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюс. На этом выпуск подошел к концу. Отличного вам настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok